День номер два. 13.03. Через три часа у меня поезд и сегодня лайт-версия программы, но место уникальное и интересное, мы тут стоим сейчас на каком-то обрыве, хоть бы не осыпался. Откуда виден вид на весь город? Слушай, я вообще не ожидал, что такое есть в Черновцах. А тут оказывается можно с одной точки глянуть на такую замечательную панораму, где видны все церкви, костелы, ратуши и даже Черновицкий университет вон там виднеется. А за ним еще дальше тоже село какое-то, да? А там мусор. А там мусор, да. К сожалению, видимо, вот всякие жильцы вот эти, которые живут в частных домиках, это для них свалка, они сюда выбрасывают мусор. А вот там виднеется так называемая пьяная церковь с такими закрученными, да, маленькими этими башенками. Такое ощущение, что она пьяна и нужно идти домой. Ну а вот второе место, которое мы сегодня посетим, это старое кладбище, еврейское, австрийское, не знаю, тут и украинцы, тут разные. Черные вороны стоят на крестах над могилами, над этими саркофагами. Очень живописное место. Я здесь был, когда первый раз приезжал черновцы весной. Мы еще заглядывали во многие склепы, они такие довольно в плащевном состоянии многие. Там через дырочки можно увидеть кости, черепа, прочее, прочее. Я даже фотографировал это. Но сейчас все под снегом, поэтому рыться мы не будем. Кладбищинг – это занятие на любителя, кто любит побродить по кладбищам старым готичным. Я не год, если что. Ты была готом, кстати, когда-то? Да, там, возможно, чуть-чуть. Я так и думал. У меня все кое-что. Да ладно, ты сейчас, ты до сих пор проскакивают готичные всякие вещи. Вот ангелок милый. Алоис Леопольд, Сюзанна Леопольд, Людвиг Игольфи какой-то, Кхасилия Леопольд, Алоис Леопольд, Хильды Леопольд, Василь Степан. И Василь Степан, да. Вот Василь. Всю статистику испортил. Недавно читал в интернете. Вот в Америке, когда происходят какие-то ураганы, там, смерчи, они их называют мужскими именами. Там, Джонатан, Джексон, ну, я не знаю, там разные какие-то имена, говорит. Катриза. Да, да, да. Прочитал предложение давать и у нас тоже. Когда какие-то катаклизмы происходят, называты там... Буравий Опанас, Снегопад Петро, ну и прочие такие варианты. Интересно звучало бы. Ледвинка фон Антлерсфельс. Тут, конечно, очень плотненько всё-таки. Реально очень много покосившихся, потому что за ними никто не смотрит. Там, родственники, они живут где-нибудь в Австриях своих, в Венгриях или в Израиле. Может быть, иногда приедут так в гости раз в 10 лет. Но уж, естественно, они не страдают. Тут уборка этих всех могилок. А что это? А, этими значками кварталы какие-то обозначены. Чтобы, видимо, тоже туристические какие-то гиды. Чтобы можно было понимать, в квартале номер 54 вы можете найти могилу. Известнейший мигуновый рыжук Веры Ивановны. Вот, вот эта шубка из китайского Алиэкспресса. Только без ушек. Так, а это что у нас? Это большой склепариус. Склепариум. Смотри, она вообще разваливается. Эти части он подперли как-то. Реально, вот это я сейчас могу ударить, и оно упадёт. На меня причём. Что-то типа часовни, какой-то там алтарь, как крест. Но используется как склад на сегодняшний день. О, тут уже протоптанная дорога. А то реально тут много снега вчера навалило. И он здесь не растаял, в отличие от города, где всякая чавкает уже под ногами. Тоже, смотри. Заслуженный деяч мастец УРСР художник Дзерджик. Корнелий Володимирович. С головой такой. И прям узнаваемый почерк. Смотри, Алина. Пудышин Руслан Иванович. Видно сразу, что пацанчик был чёткий. На Мерседесе, в кожаной курточке. Живым тебя представить так легко, что в смерть твою поверить невозможно. Как много твоего осталось с нами, как много нашего ушло с тобой. Я думал, тут что-то по фене будет. А нет, какой-то обычный стишок. Он ещё мог бы быть в спортивном костюмчике, на самом деле. Бумер, бригада, пожалуйста. Не могу это не снять. Моцная Радына. Моцный Константин. Моцна Анна Ивановна. Тоже прикольное имя. Иван Вишиван. Это типа как Ивасик Телесик. Иван Вишиван. Сим Селябим. Мы тут пока обходим еврейское кладбище по периметру. Потому что закрыты все входа и выходы. Но, наверняка, это кладбище не отличается от остальных. Потому что, как мы знаем, всегда парадные входы так строго закрываются. Но сзади обычно даже заборов нет. Сейчас мы зашли с фланга, с правого. И увидели здесь вот такую деревянную церковь. Что? Работает только в воскресенье и в празднике. Ну, это работает. В смысле, открывают её там. Литургия вон проходит. В Черновсах есть несколько деревянных церквей. Как мы вычитали в интернете. Есть какая-то очень-очень старая. Непонятно, где она находится. Но это тоже такая интересная крыша. Понятно, что жестью обили. Но вот, если посмотреть на сами стены. Такие брусья солидные. Видно, что старые. Кажется, мы нашли этот обходной путь. Потому что здесь уже могила. А значит, это уже кладбище. Без проблем можно зайти. Закрыто оно или не закрыто. Нас это не волнует. Итак, это сугубо еврейская часть кладбища. И тут, конечно же, всем знакомые фамилии. Фишер, Эня Израиловна. Цесаль Хайка Мейлеховна. Мельштейн Хайка Ионовна. У меня есть знакомый Виктор Ионов. Вайсбух Песя Шаевна. Песя, какое прекрасное имя. Хотела бы, чтобы тебя звали Песя. Ну вот, смотрите, какая красота. Просто даже полметра нет между могилами. Покосившиеся все эти плиты. Уже на многих сложно даже прочитать имена. Мари Вайтснер или Вайтснеп. Красотища. Ну и мы приближаемся к древней синагоге разрушенной. Я уже был у нее внутри. Там где-то должен быть вход. Я надеюсь. Сейчас мы туда тоже попытаемся зайти. А нет, смотри. Ага, есть проход. Я уж испугался. Думал, что здесь все двери заложили кирпичами. Но, к счастью, одну дверь оставили. Вот это красота. Слушай, и здорово, что это место не превратили в общественный туалет. А как бы оно более или менее понятно, что оно в таком плачевном состоянии. Но здесь остались вот такие всякие надписи, барельефы. Вот что-то по-еврейски написано. Сюда снег залетает даже через те окошки. А? Э! Ну, что же ему не быть-то в таком-то зальчике с таким-то куполом? Ооо-ооооо! Ооооооо! Ооооооо! Ауоооо! Что тут написано вообще? Имена какие-то, имена? Соломон, Жосеф, Бенджамин. Да, прикольное место. Де это происходит для тебя и мне. Ооооо! Да, здесь побывала смерть. Ты чувствуешь запах смерти? Теперь главное задание Найти выход из этого кладбища Чтобы не возвращаться С той стороны, куда мы заходили Потому что у дяди Сережи уже скоро поезд Через 2 часа отправляется Даже меньше Водичка Не работает Вот это был бы прикол А мы обходили, о, красавцы Я же говорил, надо смотреть там, где следы Но мы прошли тут сразу же как-то стороной Они ушли в обход следы Да, там где свечечки светятся Зато мы нашли другой вход Там никого нет? На случай, если будет закрыт Можешь заглянуть туда, я боюсь Зажигают свечи За здоровье Типа вот этих Записочек Да, вот такой вот склепик тут С горящими свечами Ну Это же чья-то могила Ну да А, это из разных частей этих плит Такой типа памятник сделали Тут даже написано что-то Стену скорботы споруджено сгибное решение Черемецкого месяцкого танкому За инициативу Ла-ла-ла-ла-ла Короче, просто стена скорботы Такой типа Типа памятник Смотри, кстати Баночка-лампадка от свечки Или что это? Еврейская То есть приезжают сюда со своим добром 1,9 шекелей Недешево У нас бы было дешевле Так что, господа евреи Рано вы себя ведете Покупайте у нас У нас дешевле Так, последнее пищево-кулинарное заведение В этом городе Перед поездом У меня уже меньше часа до отправки Это вот Алина мне Со вчерашнего дня Разрекламировала заведение Пицца-хат Нет, это не реклама Это просто вкус детства Когда еще пиццерии В Чернадцах было Очень-очень-очень мало Точнее, это во первой пиццерии Именно вот эта пицца Пицца-хат Это во всем начиналось С маленькой пиццы Да, она говорит, что это очень вкусные И прикольные Но они прикольные, потому что они сладкие Сейчас вот я вам расскажу С кальмарами Причем А это солянка Не знаю, сейчас будем пробовать А это салат с кальмарами А это томатный сок А у меня будет еще попурщина Мне приятного аппетита Да, приятного аппетита Линия Кстати, место находится Их несколько, да? В Черновцах Это конкретно Это прямо возле вокзала Тут 100 метров ходьбы еще Приятного аппетита Ты любишь маслины? Я больше оливки люблю Оливки это и есть маслины Нет, оливки зимой Маслины черные спелые Да Оливка это маслина Это маслина Это тоже оливка И оливка это маслина Это админы Это же просто Те доспевшие А те недоспевшие Ну вот Черные Это маслины А зеленые Это оливки Я больше люблю оливки Это тоже оливки Неважно Вкусно Вкусно? Да Можно есть Я как человек Который разбирается В солянках Солянка вкусная Солянка 27 гривен Ну я не скажу Что это очень дешевая Цена для солянки В принципе Пицца 20 гривен Это самая дорогая По-моему там есть Основное Об основном Они по 17 Алина настаивает Чтобы я высказал Свои впечатления Об этом заведении Пицца Могу сказать Что впечатление Вполне приятное Это такая Простая Кафе Это не фастфуд Там полноценные Можно Разные блюда Покушать Недорого Пицца Вкусненькая 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 Сладкая Сладенькая Смягкая Да Реально Вкусная Солянка Тоже Так что Капучино Такой Древненький Поэтому Ничего такого Я и не ждал В общем-то Особенно В каком заведении Это же не Капучино Это из разряда Все-таки Понятно Одно дело Чай пить В каком-то Заведении Где заваривают Разные Там Стравки Муравки И чай Как здесь Предлагается Гринкл Там Или лифт Там В еще года В пакетике Такая капучино Тоже Соответствует Этому Гровню Ну и все Мы идем До вокзала Чуть-чуть Осталось Поезд Мой уже Наверное Стоит На перроне И ждет Когда же Я Погружусь Мы почти успели Ровно Минут До Отправления Четыре Пять Сорок Пять Вагончик Конечно же В самом Тепо Ложном Конце Ничего Я уже В любой момент Можу заскочить В любой Вагон И все Раз Идем Я вам Покажу До Спеем Так Чтоб Идти Обычно Я себе Конечно Такого Не позволяю Я сажу Намного Заранее Чуть И не За час Сегодня Пицца Очень вкусная Сегодня Да Все Очень Притых Смотри Вон Человеку Плохо Устал Виде Бедняжка На Вот вход Вот Наверное Он идет Все Проводник Спасибо Спасибо за просмотр Если вам понравилось Не забудьте поставить лайк И оставить комментарий Буду рад Если вы поделитесь этим видео Со своими друзьями Также смотрите другие видео На моем канале И конечно же Подписывайтесь на канал О жизни и путешествиях До встречи